Друзья, приветствуем всех, кто присоединился к нам. Сегодня мы с Александром Тимофеевичем Аголовым поговорим опять на тему современной методы функциональной диагностики состояния организма. Александр Тимофеевич Аголов, руководитель Аголов-центра, автор метода висцеральной практики. Сегодняшний эфир посвящен ответу на ваши вопросы, которые пришли к нам после предыдущего эфира. Итак, друзья, я вас приветствую и постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы, которые мне предложили. Ну, я думаю, что вопросы и ответы заинтересуют вас. Тем более, что они все очень личные, очень насущные. Мы сейчас на них ответим, но наш эфир я хочу начать с информационного сообщения, с приятной новости, которая, я думаю, порадует жителей Петербурга и все, кто любит приезжать в нашу северную столицу. 1 октября состоится встреча Александра Тимофеевича Аголова с учениками, с теми, кто занимается своим здоровьем, кто, в принципе, хотел бы войти в мир висцеральной практики и понять, как можно себе самому помочь. Это очень интересная встреча, долгожданная. У нас было очень много запросов, чтобы мы приехали в Санкт-Петербург. И вот мы решили свое посещение Санкт-Петербурга начать со встречи, которая состоится, еще раз напомню, 1 октября в 13 часов в Центре технологии спасения. Информация об адресе, где состоится встреча, вы найдете под этим видео. 2 числа состоится вводный семинар по анатомии и физиологии. И с 3 по 7 октября Александр Тимофеевич Аголов проведет первый уровень своего авторского метода по висцеральным практикам. Все, кто записался, мы ждем. А кто еще не успел записаться, или, может быть, эту информацию услышит впервые, звоните в наш учебный центр, Аголов центр, и узнавайте, как можно попасть на эту встречу. Всех ждем. Дверь открыта. Встреча 1 октября безоплатная. Поэтому всех с удовольствием встретим и пообщаемся. Итак, первый вопрос. Александр Тимофеевич, как выявить паразитов? В поликлинике все анализы бесполезные. Дети страдают. Не знаем, чем помочь. Вообще, друзья мои, степень достоверности к опрологии всего 9%. 9%. Это даже не 50, не 40. Поэтому приходится ориентироваться по разным признакам. Ну, и вот один из признаков – это скрижетание зубами, когда ребенок спит, скрижещет зубами. Потом появление на ногтях белых точек. Ну, говорят, раньше говорили, это обновки якобы. Иногда, как признак паразитов, у ребенка, когда разговаривает, у него, он брызжет слюной. И вот это вот брызгание слюной – это тоже один из признаков паразитоза, потому что паразитоза размножается. Им нужно как-то о себя проявить. Ну, и можно посмотреть утром, когда ребенок спит, и когда он встает, если подушка влажная или сырая, от того, чтобы текла слюна, – это тоже один из признаков паразитоза. То есть, ну, и в некоторых случаях, как признаком паразитоза, можно назвать еще повышение сахаров. И здесь часто сопровождается такое явление, как гипермобильностью нашего маленького пациента, когда он начинает бегать, прыгать, знаете, и становится неуправляемой. И, конечно, интоксикация, которая происходит от паразитозов, она заставляет его это делать. А, кроме всего прочего, если сахара подпрыгнули, то ребенок должен порасходовать эти сахара. Ну, взрослые некоторые что делают? Обычно, если сахара поднимаются, они даже скачут на скакалке. Или начинают активно заниматься спортивной или какой-то физической деятельностью для того, чтобы снизить этот сахар. Ну, и, естественно, когда ребенок такой, а там еще одна хитрость. Если посмотреть язык ребенка, то он как географический. То есть, во-первых, там могут быть отпечатки зубов по передней поверхности языка. Естественно, возбуждение. Ребенок, скажем так, в такое состояние. И плюс еще пятна на языке, как будто чем-то соскоблили этот язык. Это вот один из признаков паразитоза. Ну, и, естественно, если в доме еще кошки или собаки, это тоже плюс в эту сторону на паразитов. Ну, и, конечно, говорить о том, что каким способом здесь избавляются от этого паразитоза, наверное, сложно, потому что есть и лямблии, и апиасторхи, есть аскориды. То есть, мир паразитов настолько многообразный, что здесь, может быть, нужно учитывать. И все-таки хотя бы электронные версии, типа там фоля, БРТ, прикидочно определить, ну, а дальше уже уточнять состояние, исходя из этого уже применять какие-то лекарства, которые или травы, или гомеопатию. Для детей гомеопатия тоже хорошо работает. Ну вот. Или же, как в детстве, когда нам в школе для профилактики цветварное семя давали. Всем подряд. Да, всем подряд. Всему классу. Потому что после лета, как профилактика. И поверьте, ну, в то время, конечно, нужно понимать, что все-таки антисанитария была. Мы жили в барачном поселке, и, естественно, собаки, кошки, там наши лучшие друзья. Ну, и, естественно, пили из общих стаканов. Но, как, если на сегодняшний день взять, то аллергических реакций практически-то не было. Не болели меньше. Но вот такие проявления не болели, меньше болели. Конечно, болезни были. И мать всегда, когда только кто-то из нас, а у нас было два брата, мы есть два брата, если один из нас скрипел зубами, она тут же, на следующий день, укропное семя, столовая ложка, и это самое, сахарным песком немножко посыпет его, и стакан киселя ставила. Вот если съешь это, стакан киселя получишь. Ну, и мы с удовольствием съедали, потому что знали, что интересно, что из нас выйдет. И оно выходило, в самом деле. После цитварного семени, да? И даже не цитварное, даже укропное семя. Даже укропное? Укропное семя тоже. Но это уже, когда, наверное, выше крыши. Когда и скрипел зубами, и кроме всего прочего, грызли ногти. И вот как только человек начинает грызть ногти, это тоже один из признаков. Или сосать даже палец. То есть, примет очень много. Ну и, естественно, иногда ножки начинают у детей отекать. Но это уже ленточные червя, конечно. Это все признаки. Ну, значит, профилактика в любом случае. Выявили, не выявили. Если есть один из признаков, один из симптомов, лучше профилактику все-таки сделать. Да, конечно. И стараться натуральными способами. Следующий вопрос. У дочери 5 лет. Халазион нижнего века правого глаза. Первый раз он появился на левом веке. Врач назначил капли. Но он появился снова на правом веке. Подскажите, с чем это связано? И на что обратить внимание? Вообще, друзья мои, здесь чаще всего из опыта. Опыта того, что через нас проходит много разного народа. И здесь одна из причин формирования этого нарушения, формирования халазия, это, скорее всего, слабость почки. Если с правой стороны, то правая почка более ослабленная. С левой – левая. И поэтому, чтобы решить эту проблему, нужно проработать, улучшить состояние этих почечных структур. То есть, обезболить. Кто занимается животом, они знают прокачать эту почку. Естественно, проработать и мочевой пузырь с мочеточником. И только после этого использовать какие-то капельки, которые помогают. А вообще-то бывает так, что оно само по себе уходит после именно таких манипуляций на области этой почки. Или околоорганного пространства почки проще. Такая вот интересная особенность. Ну и, конечно, здесь можно еще добавить, что нужно подработать и шею, потому что на шее возникает напряжение. И это напряжение сдавливает иногда нервные волокна, которые иннервируют сосуды глаза. Ну и снижается несколько кровоснабжения глазницей или переорбитальной области глаза вместе с глазом. Следующий вопрос. Такой уже практически. Делаю массаж ребенку. Во время массажа он стал часто зевать, краснеет область над правым веком, стал путать слова, вместо нужных говорит противоположное. Что я делаю не так? Может, передавливаю почку? Ну, скорее всего, идет перестимуляция. И, скорее всего, наверное, это печеночка. И бывает такой момент интересный, когда вы начинаете продавливать живот, изменяется гормональный фон у ребенка. Да и у взрослых тоже. И есть взрослые, которые начинают работать с животом, он засыпает. И чем более патологичный живот, казалось бы, болезненный живот, ты поддавил, боль уходит, и он спит. Ты его перешел на другое место, поддавил, опять боль, он глаза открыл, только-только адаптировался, опять спит. Ну, это вот ситуации, которые связаны с интоксикацией в организме. На это обращать внимание, наверное, особенно на первых процедурах не стоит. Но, значит, ребенку нужно перед процедурой что-нибудь я бы порекомендовал с небольшой концентрацией соды и водички дать. Потому что снимается интоксикация, и тогда ребеночек не спит. Да и взрослые тоже. Так, я напомню, что мы сегодня разговариваем о современных методах функциональной диагностики состояния организма, которые являются частью метода висцеральной практики. И, коль уж мы заговорили о массаже и о симптомах, которые проявляются при определенных патологиях, заболеваниях, следующий вопрос. Вот во время висцерального массажа необходимо массировать все зоны или ту, которую считаю необходимой в данный момент? Друзья мои, здесь зоны, они как индикаторы своеобразные. Вы работаете с областью, где находится проблемный орган или узел, который нужно, чтобы он расслабился. Здесь нужно понимать, что там, где спазм в животе, там нарушение микроциркуляции, и вегетативная система не управляет процессами. Ну, взять луковицу 12 перстной кишки. Если мы ее не проработали, то спастик, который там присутствует, не даст управлению оттока желчи, оттока, предполагаем, секрета поджелудочной железы. Да и, в принципе-то, и сам привратник желудка, если он напряженный, он тоже неуправляемый. И тогда даже иногда оперирует по поводу стеноза привратника. То есть, здесь мы с вами говорим о том, что висцеральная практика, она позволяет нам улучшить, включить, и чтобы вегетативная система начала управлять и сама решать эти задачи, проблемы. Ну, а представительные зоны, вы можете по ним проверять, ага, напряжение ушло или нет. Ну, так же, как взять такой простой пример, если поджелудочная железа страдает, то внутренняя часть бедра, в нижней треть, внутренняя часть, она болезненная. И по мере того, как улучшается состояние поджелудочной железы, эта боль исчезает. И вот, когда она полностью уходит, значит, вы правильно выполнили свою, так сказать, манипуляцию. Или правильно сделали практику висцеральную. Ну, в любом случае, обучаться этим манипуляциями, как снимать, тоже надо учиться. И это обязательно, потому что не просто так продавили живот. И почему мы ввели дополнительно анатомию и физиологию? Для того, чтобы слушатели наши, они были более грамотными, потому что иногда нужно открыть сосуд, потому что, ну, представьте, достаточно большой процент на сегодняшний день взрослого населения, который страдает от аорты, от напряженной, от склерозированной аорты. И чтобы усилить кровоснабжение какого-то органа, нужно знать, где отходит, предположим, артерия, ренализ в почке, в какой части этой аорты. И если работать с ней, то, естественно, мы получим улучшение кровообращения. А так мы можем с этой почкой работать, ну, скажем так, и десяток процедур, а результата нет. А почему? Да кровоток не поменялся. Он как был слабенький, и так он остался. И вот наша с вами задача не только отработать, прокачать ее, улучшить ее собственную микроциркуляцию, но и дать ей хороший приток и такой же отток. Ну вот, и здесь мы с вами уже будем разбирать, где какие сосуды приходят, как они отходят. Ну вот, и что нужно сделать, чтобы доработать вот эту почку, которая, ну, никак не восстанавливается. Следующий вопрос. Все зоны на лице в прыщах воспалены и красные. Болезненная височная зона. По анализам есть грибы и плесень, паразитов нет. Делаю самомассаж уже несколько недель. Живот стал меньше, но на лице улучшений нет. Что нужно добавить? Конечно, здесь должна быть противопаразитарка. Судя по тому, что вы рассказываете, это луковица 12-перстной кишки и в ней, скорее всего, лемблиоз. Ну, или даже апистархоз. И сколько бы мы с вами не разминали, да, мы положили, так сказать, цистовую форму, мы промяли там, циста немножко сдавилась, отток желчи произошел, вроде как помогло, но это опять временное. Циста опять выпрямилась, поддавила, ну и отток снова нарушился. И поэтому обычно вот вся эта терапия, она должна сопровождаться очистительными какими-то мероприятиями, о которых уже непосредственно говорим на семинаре. То есть здесь одна механика, то есть манипуляции, они, конечно, они улучшают однозначно, но не решают полностью. Поэтому вот здесь вот как раз искусство начинается дальше. Что порекомендовать? Чтобы и лицо очистилось, и кишечник очистился, ну и чтобы почки не были в перегрузе, да и печень тоже. Вот такая вот интересная тема. Следующий вопрос. Такого же плана. Добрый день. Мне 32 года. На лице и шее постоянные подкожные и на кожные прыщи. Причем подкожных намного больше. В зоне лимфоузлов часто большие подкожные прыщи беспокоят постоянно. На что обратить внимание? Стараюсь вести здоровый образ жизни, но лицо не меняется уже годами. Ну, здесь можно ответить, что вообще-то здесь нужно разобраться и с кишечником обязательно. То есть должно быть определенное биоравновесие. То есть те же бифидумбактерии. То есть создание нормальной среды и тогда дренажная система, а дренажная система – это наша кожа, она как бы временно переключается. И тогда все токсины начинают исти своим путем. То есть через прямую кишку, через мочу, через... Но опять же, мы с вами должны понимать, это опять работа связана непосредственно с кишечником, улучшение ее функции, улучшение работы печени, желчного, поджелудочной железы. Ну и, естественно, добавление ко всему этому каких-то, ну, скажем, адсорбентов. Возможно. Так что здесь нужно работать. И это как бы общие слова. Но есть еще каждый раз частные случаи. Поэтому, конечно, хорошо бы этого пациента потрогать, посмотреть, как он дышит, как выглядит язык, как выглядит небо, как выглядит вообще рука влажная, сухая, ноги мерзнут, не мерзнут, или волосы выпадают, не выпадают, потому что часто... И эта ситуация связана тоже с интоксикацией. Ну вот это еще раз говорит о том, что есть симптомы, которые явные, да, люди обычно беспокоят свою внешность, но есть еще другие, более глубокие симптомы, которые тоже существуют. А потом мы еще должны поговорить о том, что человек должен кушать. Ведь Гёте Великий говорил, мы есть то, что мы едим, и мы есть то, о чем мы думаем. И поэтому часто достаточно пациенту изменить форму питания, и меняется вообще многое в его организме. Ну, судя по тому, вот наша тема современной методы диагностики, как раз-таки человек, наблюдающий за собой, и видящий не только свою внешность, но и другие скрытые симптомы, о которых может знать только он, может уже сделать определенные выводы. Но этому все-таки надо учиться. Ну, конечно. Чтобы знать себя, и чтобы вовремя... Поэтому мы и собираемся для того, чтобы объяснить, показать, и даже вот бывает так, что группа, и практически-то многие в этой группе приезжают для того, чтобы даже пролечиться. И вот они, когда пролечиваются, видят результат, и ты объясняешь, что к этому надо прибавить. А ведь действительно бывает так, что... Ну вот представьте, как совсем недавно пришел вегетарианец, камень в желчном пузыре. Я ему начал объяснять, что понимаешь, какая ситуация? Застой желчи. У тебя застой желчи в желчном пузыре. Потому что ты не кушаешь продукты, которые вызывают желчоотделение. Изгнание желчи. А это жиры животного происхождения. Это белки. Нужно что-то поменять. Иначе камень дальше будет расти. И, естественно, у человека застой и в малом тазу, и гормональный фон. И на руке, когда смотришь на его руку, то эта рука, хотя он мужчина, а рука-то женская, то есть это нарушение гормонального фона. То есть, либо эта тема с питанием ему не подходит, ну и нужно ее пересмотреть. Потому что дальше-то жизнь продолжается, а с камнями она так хорошо не пойдет. И рано или поздно можно попасть на операционный стол. Да, к сожалению, из опыта нашего центра таких случаев достаточно много. Предостаточно, конечно. Следующий вопрос. У мамы много лет паркинсонизм. Можно ли лечить его вашими методами? И еще хотела бы знать, как предупреждать это заболевание и лечить на ранних стадиях. Благодарю за помощь. Ну, видимо, человек боится предрасположенности. Предрасположенности. Да, вообще паркинсонизм одним нашими манипуляциями не решишь. Но в сочетании с другими методами это может быть озонотерапия, это может быть, ну, в принципе-то, фитотерапия, пчелоужаливание. То есть, много разных вариантов. Но, как бы базовая все-таки это висцеральная практика. Потому что обычно при болезни паркинсонизма при паркинсоне напряжение, очень сильное напряжение в шейном отделе с давлением нервных волокон, которые обеспечивают кровоснабжением мозг наш. И поэтому, но ведь, опять же, с давлением шейного отдела идет не просто так, а управляет этим напряжением на шее именно внутренние органы. Поэтому нужно снять напряжение, опять же, с живота, с внутренних органов, а потом уже отработать шею, улучшить состояние щитовидной железы. И уже на этом фоне мы дальше рассматриваем, а что еще предпринять, чтобы разрешить эту тему. Ну и бывает отдельный случай, когда проблема с паркинсонизмом решается. А что может привести к паркинсонизму? Это непонимание, когда человек глазами все, что он видит красивое, съедает, не разбирает, что это нужно или не нужно. Ну и, естественно, наверное, и постоянно в стрессах, потому что стрессы тоже по-своему влияют на все эти состояния, когда на нас воздействуют или начинает размножаться, или меняется гормональный фон, и тогда наша система начинает пропускать и паразитозы во внутрь нас. Ну вот, ведь один случай был, когда ленточный червь отошел из человека, и, пожалуйста, паркинсон ушел. Вот это было чудо. Но это не значит, что все остальные люди тоже страдают таким же ленточным червем. Но это был один случай за мою практику, но он был. Поэтому, видите, здесь разнообразие патологии или разнообразие того, что может привести к этой патологической ситуации. Много причин. Да, много причин. И поэтому здесь нужен разговор с глаза на глаз, когда можно задать какие-то вопросы и, в общем-то, постараться помочь разобраться с этой темой. Ну да, при таких сложных заболеваниях, но, тем не менее, профилактика висцеральным массажем, висцеральной практикой все равно облегчение. Да, конечно, это однозначно. Оно облегчит, но если мы не знаем как бы основу, базу, то с чего это начиналось, то поможем, но не решим. Следующий вопрос очень такой сложный. Мне 56 лет. Три года назад обнаружили и удалили пять полипов в желудке. И через три месяца и до настоящего момента печет во рту под языком покраснения и вздутия. Часто краснеет и как будто нарывает нижняя губа. Делали обследование, сказали, все нормально, а мне вот уже больше трех лет очень печет то сам язык, то мурашки. Что проверить, на что обратить внимание, с чем может быть связано? Здесь одна интересная особенность. Особенность заключается в том, что полип это гриб, который имеет корневую систему, который размножается спорами. Естественно, вырезав, обрезав эти полипы, то это частое явление в медицине, обратите внимание, очень много народу, у которых они вновь начинают расти, потому что корневая система осталась. Это равносильно одуванчик, срезать в огороде, и вы увидите, какой одуванчик будет еще больше. Так и здесь тоже, и с полипозом надо бороться другим путем, не методом срезания. Это мы можем на шее папилломы срезать, и то вроде как подчистили, а они вылезут еще и больше. Так же, как и кератома, кератома тоже разновидность гриба. Попробуйте ее удалить, она часто переходит в меланому или базилиуму, в злокачественное образование. Так и здесь тоже нужно обратить на то внимание и начинать заниматься именно полипозом, как будто там полипы. И, кстати, здесь нужно смотреть, нет ли таких, ну, вообще, нет ли папиллом на шее, под мышками, в пахах. И если есть, то эти полипы или папилломы будут своеобразным индикатором. Если вы правильно принимаете лекарства, которые рекомендуют, а кто рекомендует, это уже другой вопрос, то эти папилломы на шее и подмышках, подмышечной области, они должны исчезнуть. Если они исчезли, то и желудок освобождается. И самое главное то, что верхняя, нижняя губа это представительство большой кривизны желудка. И что-то с ней, если происходит, всегда на губе идет отражение этого. Поэтому здесь ясно, что удаление не решило эту задачу и нужно продолжать работать с этим делом. Ну вот и внешний признак как раз-таки то, о чем мы говорим. Да, да, это внешние признаки. Самодиагностика здесь, в общем-то, налицо. Следующий вопрос. Очень прошу вашей помощи. Если я съем грубую пищу, то через некоторое время начинается нервозность, беспокойство. Заметил, что когда делаю упражнения от стены турника, когда пил таблетки для предотвращения желудочного кровотечения, нервозности не было. Когда пью прополис, заметное улучшение. Есть также проблемы с опорожнением кишечника. Колоноскопию делать опасаюсь. Очень прошу вашей помощи. А главное, что это, как разобраться? Друзья мои, вот здесь, в этом зачитанном, вы мне сразу несколько проблем рассказали, что проблема самого желудка, а чаще всего это спастика, напряженный желудок. И в напряженном желудке постоянно, а он напрягается только из-за стрессов. Естественно, идет сдавление нервных волокон, сосудов. И вот на фоне вот такого напряжения всегда язвы. И поэтому нужно решать эту проблему совершенно другим способом. Не просто там попил чего-то. Уходить от проблемы, но и висцеральная практика. Мы должны расслабить вот этот напряженный желудок, а там дальше уже мы с вами говорим о том, что и кишечник плохо запускается. А почему? В луковицу 12-перстной кишки, которая является продолжением желудка, плохо сбрасывается или, скажем, концентрация желчи снижена. И если снижение имеется концентрации желчи, а которая у нас выполняет одну из важнейших ролей в пищеварении, ну и в запуске моторики кишечника, то, конечно, если этого не происходит из-за спазма, я еще раз уже упоминал о том, что вегетативная система управляет теми внутренними процессами, которые у нас происходят, только при одном условии, если нет спазма. И поэтому здесь вот такая беда. То есть здесь чисто висцеральная манипуляция, нужны висцеральные манипуляции. Ну и как пример, бывает так, что ребенка привели недержание мочи, то есть ребенок прошел множество разных рекомендательных уже пробовали все, а ребенок писается и писается, а когда начинаешь смотреть живот, просто мочевой пузырь напряженный, он болючий у ребенка, потихонечку помяли, 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 напряжение ушло, и ребенок перестал писаться, то есть вегетативная система стала управлять этим мочевым пузырем. Ну и естественно, по ходу главного управителя это и почку пришлось продавить, но ведь сразу решилась проблема, вот в чем дело. и так и здесь тоже она не решается, потому что живот напряженный, плотный, и даже возможно еще вздутый живот, то есть кишечник раздутый, а нужно понимать, вздутие кишечника это ядовитые вещества, это яды, индол, скотол, меркоптан, свежестый газ, кретинин, метан, это все то, что даже вызывает паралич кишечника. Ну и естественно, каловая масса перестаивает, идет дополнительное отравление, кроме того, что я перечислил эти яды, плюс еще застой идет непосредственно в кишечнике, ну а вот там дальше нужно смотреть, сколько потребления жидкости, воды, и если воды мало, то естественно все это дело начинает всасываться из кишечника в кровь, и вот вам интоксикация, вот вам отравление. Поэтому, друзья мои, здесь комплексный должен быть подход, и обязательно снятие вот этого напряжения посредством работы рукой, то есть снятие спазма. Ну и, видимо, была причина, если назначали препарат для предотвращения желудочного кровотечения. Конечно, мы таким образом только не решаем задачу, желудок как был напряженным, так он останется, потому что это напряжение все-таки присутствует в голове. Но живот это второй мозг, и между нашим головным мозгом и брюшным мозгом есть зависимость. Все, что происходит в головном, оно отражается на брюшном. Если взять нейрохирургию и посмотреть там пациентов, лежащих с черепно-мозговыми травмами, то у них одна общая особенность напряженный, плотный живот, передняя стенка, как, наверное, у спортсмена, у гимнаста, который выполняет какой-то там крест азаряный или, в общем-то, напряженный. И это напряжение уходит тогда, когда там идет заживление. В то же время заживление или какие-то воспалительные процессы, арахноидита, субарахноидита, они быстрее уходят, если живот становится мягким, нераздутым, ну и нормально функционирующим. Итак, следующий вопрос. Можно ли избавиться от шума в голове? Женщине 67 лет. Вообще, как один из вариантов, это хорошо размять шейный отдел. Но единственное, специалистов, разминающих шею, достаточно мало. Ну и здесь нужно понимать, что шея это очень ответственно. Приступать к этой разминке, ни разу не делая ее, и, в общем-то, наверное, не пройдя соответствующую подготовку, опасно. Поэтому, но вся проблема это шея. Это, представьте, что если нервное волокно ущемляется, ответная реакция сосуда какое? Сужение. И вот, если сосуд сужается, просвет его, то, естественно, кровь начинает шуметь. и наблюдали такое явление, когда шею разминали, приводили в порядок, нервные волокна проводимость восстанавливалась, сосуды открывались, шея освобождалась от зажима, ну и шум в ушах и в голове он как бы исчезал. Ну вообще, конечно, задача-то решаемая, надо ее решать. Ну, обдогонку можно предложить еще хорошо поставить пиявки. Пиявка просто улучшает состояние сосудов, ну они становятся более эластичными и меньше шума. Ну тоже, наверное, нужно понимать и знать, куда поставить Это примерно представить, когда горная река течет, она всегда шумит, а как на равнину выходит, тишина. Так и здесь тоже, когда сужение, скорость движения крови возрастает и появляется такой шум. Ну и в некоторых случаях при поворачивании головы, когда пациент просто наклоняет голову в одну сторону, в другую сторону, и он слышит, что в одной стороне шумит, в другой стороне не шумит. Тут много тестов, которые можно сделать для того, чтобы определиться, в какой части головы идет ущемление нерва. ли шеи, то есть не голова, а шея. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли проводить манипуляции на животе хотя бы в первом триместре беременности? Вообще можно, но там одна особенность. Особенность, когда женщину можно положить на один бок, на другой бок и аккуратно. И, конечно, если боль взять за пятерку, то на уровне троечки поддавливать конечно и почки, конечно, мочеточник, ну, малый таз. В общем-то, конечно бы надо, но здесь нужно понимать, что если какая-то аномалия развития ребенка присутствует, то могут обвинить вас в том, что вы сделали такое. Сами себе навредили. Да, и сами навредили. Ну, вообще-то делается. И делается при более поздних стадиях. Ну, это уже когда пузо ложится на одну сторону, разминается на другую сторону, освобождаются мочеточники, тогда почки лучше работают. Вот таким-то образом. Но, опять же, наверное, лучше обратиться к специалисту. Конечно. Чтобы не рисковать. Ну, в данном случае, если вы обратились к специалисту, то вы должны хотя бы знать, что он должен делать. Ну, конечно, когда человек на боку лежит, там можно хорошо подойти к кишечнику. Ну, вот. И, в общем-то, сдвигать, смещать, убирать напряжение. Где-то селезеночка, где-то желудок расслабить. На другой стороне печень, желчный пузырь, луковица. Ну, и, в общем-то, опять же, мочеточник, и частично даже мочевой пузырь может. Наверное, нужно сказать, что лучше, если такими манипуляциями пользуется врач-екушер-гинеколог. Конечно. Это даже очень здорово, если гинеколог этим владеет. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от родинок и папиллом без лазера? Организм сам может их вывести? Мы наблюдаем ситуацию, когда улучшает состояние внутренней среды, но это в основном у людей, которые обладают хорошим иммунитетом. Ну, и по каким-то разным причинам, изменив режим питания, перейдя на пищу не совсем, ну, скажем так, подходящую для человека, человек как бы на какой-то промежуток времени себя перекисляет, будем так говорить. И вот такие люди, обычно с ними когда начинаешь работать, то это перекисление уходит, а потом, конечно, здесь нужно говорить про биоту, то есть бифидум-бактерии, которые присутствуют в кишечнике, или там заселение этими бактериями. Ну, это все в комплексе, конечно, дает уход паразитозов разных, и одновременно с паразитозами начинают уходить и папилломы. Чаще всего наблюдаем папилломы, вот, иногда полипоз уходит, иногда, не так часто. То есть, проблема решаема? Так, проблема решаема, но вообще, конечно, используются здесь дополнительно разные травы, это может быть чистотел, это может быть полынь, но полынь, это все, и чистотел, это токсические компоненты, поэтому я об этом прямо не говорю, но, тем не менее, если есть специалист, который занимается фитотерапией, то я думаю, что это может помочь. Ну, проблему надо решать не снаружи, а изнутри. изнутри сначала подчистить, а потом уже идет рекомендация о примятии такого-то средства. Следующий вопрос. Как избавиться от гиперреактивности бронхов? Астмы нет, все анализы в норме, а бронхи от ветра, холода, кондиционера реагируют, и начинается першение, мокрота не отходит и прочее, просто мука какая-то. Ну, вот, друзья, здесь в данном случае я бы мог предположить, что здесь правая почка, да и левая тоже, но, когда правая почка функцию снижается, то нечто подобное в ситуации возникает с легкими. Ну, вот, хотя я не исключаю и проблему в самих легких. Проще, когда будете работать с животом, обратите внимание все-таки на почку с мочеточником и с половиной мочевого пузыря с диафрагмой, ну, и правая сторона. Да, это правая сторона. И, кроме всего прочего, там одна интересная приметка. Посмотрите, как далеко зашел процесс. Если на большом пальце правой руки ногтевая пластинка уплощилась или, скажем так, деформированная, то эта деформация указывает на то, что там в легком действительно серьезные изменения. Особенно это можно увидеть даже у курящего человека. Курящего человека иногда отличишь, смотришь на ногти, ноготь деформированный, как бы его не замазывали, не закрашивали. продольная испещренность, поперечная испещренность, поражение грибком. Это все легкое. Ну и, естественно, а причина все-таки могут быть, я имею еще раз говорю, это правая почка, ну и диафрагма, ну и дальше там, и даже паразитоза, как один из вариантов. потому что путь развития того же аскаридоза идет через легкие. Трудно определяется, видимо, это все. Ну да. Так, следующий вопрос. Мне 44 года, все тело в жировиках, люблю газировку, много раз пробовала прекратить ее пить, через неделю или две появлялась апатия, слабость, туман в голове, хватает одной банки и сразу улучшается состояние. Почему такое происходит? Как прекратить пить газировку? И опять здесь одна интересная особенность нашего организма. Вот когда я уже упоминал про правую почку, она регулирует газовый обмен, она поддерживает уровень углекислого газа. И оказывается такая интересная особенность ее, если ее удаляют, то работать с таким пациентом очень неудобно. И в то же время, если почка страдает, то страдает и она как раз нарушается регуляторной ее функцией, то есть поддержание углекислого газа в крови. Потому что это одно из условий усвоения кислорода тканями. И если углекислого газа не хватает в организме, то дефицит кислорода в тканях, человек не хочет ни двигаться, ни шевелиться, он не может выспаться. это может быть один из вариантов данного человека. действительно жировики, ведь это что такое жировик? Это нарушение жирового обмена в печени. То есть печень чем-то пригружена, какими-то токсинами. И если сделать биопсию жировика, то часто в жировике находится очень много токсических компонентов. Собственно, прежде чем их удалять, обычно делают биопсию исследования содержимого. Но здесь нужно понимать, что жировик это захоронение, это могильник ядов и токсинов. Поэтому нужно разобраться, что мы кушаем, чем мы питаемся проще. И конечно нужно изменить рацион питания, работать с печенью, улучшить ее обмен. То есть представьте две с половиной тысячи обменных процессов, и в общем-то температура печени тоже начинает снижаться, и вот на фоне этого организм, не справляясь с ядами и токсинами, начинает формировать вот такие жировики. Они обычно на ногах, на теле, на руках, на голове, но вот на лице, конечно, редкое явление. Я не встречал, по крайней мере. Но это токсический вариант. пишет, что все тело в жировиках, и просит совет, как прекратить пить газировку, видимо, считая, что это причина появления этих жировиков. газировка это сладость, но иногда организм, когда захлебывается от токсинов, то чтобы лучше работала эта почка, то есть это же окислительный процесс, это дыхание, вот, и дыхание нарушается, усвоение кислорода нарушается, в то же время организм подталкивает углекислый газ, углекислый газ. Это примерно как на доменных производствах, где доменная печь, где сталь-литейный цех, там обязательно стоят газированные аппараты, почему? Потому что кислорода мало, и нужно, чтобы тот кислород, который в воздухе, он хорошо усваивался, и вот тогда дополнительно питье газированной воды. Спасибо. Следующий вопрос начинается с благодарности. Спасибо вас Бог за полезные советы. Ушла складка носогубная после массажа и прошел цистит, но белые точки на коже правой руки лучевая часть не проходит, УЗИ печени и почек ничего не показали, при судороге ноги массаж нижней части живота справа помог. Вот вопрос, видимо, в этих пигментных белых точках. В белых пятнах. вообще здесь нужно смотреть, это может быть начало витилига, как один из вариантов, это может быть, ну, насчет грибков тоже сложно сказать, нужно смотреть, опять же, и шейный отдел, интересно, какая сторона, левая, правая? Правая. С правой стороны? Правая рука, лучевая часть. я бы мог предположить, что все-таки здесь, вообще, друзья мои, достаточно сложный вопрос, это надо послушать пульс, общаться более в ходу с пациентом. То есть, их светлость исчезает, или они выравниваются с рукой, то вот путь. А поэтому надо дальше продолжать, то есть, почиститься печень, почиститься печень, кишечник, наблюдать нужно. А такие вопросы подробнее будут разбираться на онлайн-курсе? Это обычно разбираем тогда, когда мы говорим о профилактике или терапии или оздоровительных процедурах. Проявление таких симптомов разбираются на онлайн-курсе современные методы диагностики организма. Следующий вопрос. Здравствуйте. Под правой подмышкой появился отек размером с ладонь или оладьи. Вопрос, наверное. Что это может быть? Отек. Отек. Под правой подмышечной области. Да. Вообще-то подмышечная область и отношение к мочевому пузырю. Хорошо посмотреть органы малого таза с этой стороны. Ну и может быть какие-то механические сдавления, если это женщина может быть бюстиком поддавила. Лимфа ведь тоже. Отток лимфы нарушается. Да, отток лимфы нарушается. И тогда и вообще американцы, если взять женщин, то американцы считают, что 60% заболеваний молочных желез, это виноват в этом бюстик. Потому что лимфа останавливается. Лимфа перестает двигаться. Вот. И поэтому когда возникает проблема с молочным железом, мы рекомендуем своим пациентам либо маечки носить, но снять бюстик. И тогда отеков меньше. Вообще физиологичнее конечно не передавливать. Не передавливать. Следующий вопрос. Удалили правую почку месяц назад. Саркома первой степени. Можно ли делать висцеральный массаж и когда его можно начинать делать? Конечно, здесь проблема это не насморк. Здесь достаточно сложная ситуация. ну вот. И конечно ну то, что оно может быть не вписывается в эту тему, потому что по теории мы не должны заниматься злокачественными образованиями. Но мы же улучшаем качество жизни. Ну да. Но качество жизни во время манипуляции мы улучшим однозначно. То есть и работая с животом вы иммунную систему приподнимете. Но к сожалению невозможно решить одними манипуляциями вот эту тему закрыть. Это все в комплексе? Да. И под наблюдением лечащего врача? Обязательно и лечащие врачи, дополнительные анализы, которые проводите и естественно контроль того, что происходит в организме. Это в принципе-то уже терапия. Ну задача очистить организм, все равно помогать организму. В данном случае здесь можно облегчить, но не решить. По крайней мере я так считаю. Ну висцеральный массаж потихоньку наверное. Можно или... Да, он не навредит. Он не навредит. Но без фанатизма. Да, без фанатизма, конечно. Там первое нужно, что постараться добиться, чтобы раздутия живота не было. Обычно таких людей раздутый живот, мощная интоксикация, ну естественно работая с печенью, потому что печень первая нагружается ядами, токсинами. Ну плюс наверное в такой ситуации еще и препараты применяются. Ну и конечно и препараты применяются, но есть пациенты, которые приходят с подобной ситуацией, то обычно печень перегружена. Поэтому там комплексный подход. В какой-то степени может быть даже дополнительно использована терапия и горзон. В интернете можно посмотреть, что это такое. Ну и там можно сделать много рекомендаций, но это уже терапия. И хорошо бы конечно видеть человека. Следующий вопрос. Базилиома на носу. Причина появления что делать? В онкодиспансере нет прибора для рентгенотерапии. Не знаю как лечиться. Надежда на вас. Как поставить мой вопрос очистить? Друзья мои, я могу сказать, что я смогу помочь. Но это не объяснение. Есть один интересный раствор, который способен вместе с корнями убрать эту штучку с носа. Ну и уже нужно консультация. Да, нужна консультация, приход и в общем-то естественно вопрос решаемый. Следующий вопрос. Как таким образом воспаленный желудок передавливает аорту? Он аорту не передавливает, друзья мои. А когда желудок напряженный, спазмированный, он поддавливает артерии, которые выходят со стороны аорты. И конечно, с одной стороны, это могут быть артерии тестикулярис, если это мужчина, у женщин аварис, также может поддавливать часть. Ну вот взять такое, как варикоцелий у мужчин, пожалуйста, как один из вариантов. Ведь каждый второй, третий мужчина страдает этой проблемой, варикоцелий. Так вот, венка, идущая от левого яичка, она проходит под верхней брыжечной артерией. И естественно, артерия она убирает, артерия она убирает, она, вернее, передавливает вену, и за счет этого нарушается отток крови от яичка. Естественно, и варикозное расширение формируется. И вот здесь как раз одну из функций такую отрицательную играет напряженный желудок. Ну и в какой-то степени, если поддерживать это все в нормальном состоянии, то часто в начале развития этого варикоза или этой патологии яичка она может дальше не развиваться. Ну и есть способ терапии терапии вот именно вот этой вот венки, которая потихонечку начинает восстанавливаться. Но для этого, конечно, это работа. Это работа, которую мы уже как бы о которой мы говорим на третьем уровне подготовки, когда со специалистами работаем, когда их обучаем, как решить эту задачу. Когда обучаются методу висцеральной практики. Непосредственно висцеральная практика и какие-то сложные решения уже на следующем уровне проходятся. А это начальные. Спасибо. И следующий вопрос. Если болит кость на голени спереди на двух ногах, о чем это говорит и на что можно обратить внимание? Кость на голени это воспаление надкосницы. Конечно, такое прямое по боковым поверхностям имеет отношение к внутренним органам. И если, наверное, смотреть, вот сзади меня висят схемки, и на этих схемках есть нижние конечности. И вот там как раз обозначены надкосницы, где имеются проблемы. То есть, друзья мои, вам нужно просто полистать, взять современные методы диагностики в висцеральных практиках. Я написал когда-то эту книжку. И в этой книжке очень хорошо описаны вот эти все зоны. И, кстати, с этих зон можно косвенно методом прогревания воздействовать на те патологии, которые в животе. Конечно, это не будет такого яркого воздействия, но тем не менее прямая обратная связь, она существует. Ну, или информация для интересующихся такими вопросами и многими другими, это подробно будет рассматриваться на онлайн-курсе по современным методам диагностики организма. То есть, книга книгой, но очень многие слушатели берут онлайн-курс и на этом курсе подробно разбираются все вопросы по всему телу. И, конечно, хотя книжка написана, ведь если посмотреть, она ведь толстая какая, то сейчас, когда я начинаю листать, то вдруг выясняется, что вот здесь хотел бы описать, почему-то я не описал. И я постоянно вижу, что туда можно дополнить, 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 пару лет, если пройдет, то можно, наверное, увеличить ее еще, ну, хотя бы наполовинку или на четвертину. Ну, это четвертое издание, значит, будет следующее. Потому что информация всегда приходит, и чем больше ты работаешь с животом, тем больше понимаешь, насколько это важная тема. Ну, и, естественно, ты видишь пациента с его разными, скажем так, приметами, которые на нем, на лице, которые на руках, которые на языке, которые на ушах, на манере разговора, манера поведения, манера хождения. Это вообще... И ты, конечно, удивляешься, как нас природа интересная и красивая создала. Это же... Одним словом, наше тело может сказать очень о многом. Да, оно может сказать очень о многом, и мы настолько универсальны, и каждый уникальный по-своему, и поэтому невозможно одним лекарством вылечить сразу там пять человек, потому что мы все разные. Анаболики, катаболики, сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики. И под каждого нужно как бы подстраиваться, потому что особенности строения тела, особенности строения мышечных групп, особенности строения живота. И когда брюшная полость или там туловище длиннее, длинное туловище, короткие ножки. Это один вариант. Длинные ноги, короткое туловище, другой вариант. И также величина. У кого-то сердце большое, у кого-то поменьше. Легкое, большое, маленькое сердце, маленькое, или, да, если маленькое сердце, большое, легкое. И вот так вот мы все настолько разные, настолько у каждого свое, ну, скажем, представление, и свои, своя чувствительность сенсорная. Ты удивляешься. И тем не менее, систематизация, это все поддается? Да, это все поддается систематизации, и, конечно, хотелось бы отсистематизировать, что больше помогает, предположим, тот же лопух или подорожник, на кого он лучше воздействует, на катаболиков или на анаболиков, то есть анаболическое состояние у человека или катаболическое. И вот здесь уже четко можно сказать, что вот это пить не надо. Почему? А потому что это для анаболиков. Вот мой тип катаболический, а у кого-то анаболический. И поэтому, что поможет мне, не всегда поможет тому человеку, который полный, то есть он чаще всего к анаболическому типу отношения имеет. и поэтому, конечно, вот здесь, учитывая вот это все, ты уже рекомендуешь, и чем больше понимания вот этих вот разностей, тем больше решения вопросов и проблем данного человека, который к тебе приходит за помощью. Ну, самопомощь никто не отменял, профилактику тоже никто не отменял, поэтому научиться читать свое собственное тело тоже очень полезно и очень важно. И, собственно говоря, сегодня Александр Тимофеевич отвечал на ваши вопросы. Пишите вопросы, мы обязательно на них на все будем отвечать. Вот. А тем, кто хочет научиться распознавать сигналы своего тела по авторской методике Александра Тимофеевича современные методы функциональной диагностики состояния организма и понимать, что пора начинать профилактику или, может быть, для кого-то уже лечение, регистрируйтесь по ссылке в описании этого ролика и вам придет письмо для оплаты курса. Старт онлайн-курса по авторской методике Александра Тимофеевича начинается 3 октября. Благодарим, Александра Тимофеевича за полезную информацию, за участие в этой передаче и ждем ваши отзывы и комментарии. На сегодня все. Всего хорошего. Ждем вас на онлайн-курсе. Надеюсь на встречу с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тимофеевича Дима Тимофеевича